Сегодня Россия отмечает День государственного флага. Торжества планировались на главной площади Бердска. Не помешала ли погода проведению праздника? Расскажем далее. Погода не помешала жителям Бердска отметить День государственного флага на главной площади города. Старт празднику дала кавалькада мотоциклистов. Следом за ними на площадь внесли огромный триколор. Собравшиеся горожане исполнили гимн России. С праздником своих земляков поздравил заместитель главы города Сергей Носов. Я хочу всем нам пожелать, и особенно молодого поколения, чтить и уважать историю Российской Федерации, уважать ее символы, бережно относиться к своей большой и малой родине, уважать законы России. Уважаемые друзья, поздравляю вас с замечательным праздником, Днем российского флага. Юные берчане в День государственного флага в торжественной обстановке получили свои первые паспорта граждан России. Команда юных футболистов «Кристалл» была награждена благодарственным письмом администрации Берска за победы во славу города Берска. Также представители бердской спортивной молодежи получили золотые значки ГТО. Семь бердских школ, творческие коллективы Дворца культуры Родина удостоились грантов от депутатов Законодательного собрания Новосибирской области Зои Родиной, Бориса Прилепского и Владимира Карпова. Огромное спасибо всем ветеранам, всем офицерам, всем спортсменам, просто жителям города, региона за то, что мы прославляем свой город, за то, что Берд знает далеко за пределами. И все победы наших спортсменов, победы достижения наших детей, наших взрослых ветеранов, они все проходят именно под флагом. Победа была завоевана, под флаг победы. Сейчас олимпийские рекорды – это тоже все могущество, это все величие страны, и с нами считались, и всегда был считаться. Я желаю вам мира, процветания, благополучия. Будьте счастливы. По словам почетного гражданина Бердска, офицера и патриота Бориса Ионова, любить флаг и стоять за его честь – это долг каждого россиянина. Я люблю свою Россию. Какая бы она ни была, я ее просто люблю. И не потому, что я давал присягу и ее не нарушил, а просто потому, что я русскую и люблю. И всех, просто всех, я хочу поздравить с днем нашего государственного блага. В заключение праздника на площади состоялся гала-концерт победителей творческого фестиваля экстренных служб 010203. Напомним, что день государственного флага отмечается в нашей стране с 1991 года, когда советское красное полотнище сменил бело-синий-красный триколор.